всем привет с вами алексей 20 километров от харькова 19 апреля 2022 знаю на фундуковом канале к сожалению тема клубники земляники садовой не популярна видосы не заходят но тем не менее я сниму это видео потому что клубника является одной из моих любимых культур до понятное дело на первом месте фундук но клубника тоже является одной из любимых культур и обойти ее вниманием я не хочу тем более я позиционирую себя в некоторых культурах как продукцию для скажем так для дачников для дачников или небольших фермеров поэтому расскажу свои наблюдения в харьковской области что у меня произошло с клубникой как она перезимовала как она себя чувствует и буквально вкратце сорта которые я для себя очень выделял значит смотрите первое где мы стоим уже давайте начнем кабрильо это были высажены мои малыши я сделал себе кассетную рассаду небольшую я думаю по размеру вы можете определить какая была здесь примерно рассада так вот выпадов практически нет было минус 19 и все эти малыши прекрасно все пережили почему для себя сделал этих малышей потому что кабрильо мне очень понравился по вкусу все это открытый грунт естественно просто поливался иногда подкармливался то есть никаких промышленных тем просто уход обычного дачника то есть кабрильо я для себя очень отметил единственное что конечно если молодое растение дает урожай потом она очень сильно теряет силы и может даже погибнуть поэтому мне это у нас получается нейтрального светового дня сорт который постоянно выкидывает цветоносы поэтому либо надо сначала удалять цветоносы и получать раннюю продукцию а ранний сорт иметь ультра ранний а потом удалять цветоносы получать уже во второй половине лета получать это дано не так выснаждаться она уже будет более мощная и все будет хорошо попробую так в этом году чем кабрильо для себя очень сильно отметил в моем регионе в открытом грунте сорт очень понравился и как видим по морозостойкости очень себя хорошо проявил находился не сильно толстом слое соломы идем дальше альба ранний сорт двухлетка прекрасно перезимовала никаких выпадов минус 19 без проблем у меня получается сладкая вкусно достаточно урожайно это самый один из самых урожайных сортов ксд то есть он сначала дает урожай один и все и потом отдыхает прекрасный сорт сорт на миллион для дачника также хочу отметить сорт вивара если это он конечно но скорее всего он взял тоже свою кассетную рассаду высадил вот так вот в ведро для того что получилось ампельная клубника пойдут детки и на них будет развиваться клубника то есть хочу сделать усы на усах будет развиваться клубника почему-то чем именно этот сорт потому что именно он дал усы и на этих усах дал небольшие скажем так отростки и на них они были они цвели и на них пыталась завязываться клубника поэтому выбрал именно этот сорт большой вкус который дал это все выснажився и не выжил то есть это одно сезонная он просто потерял все силы но клубничка хара прекрасно вкус и мне очень понравилось елизавета вторая постоянно плодоносила и наверное выснажилась и пропала к сожалению неплохая на вкус в принципе постоянно дает ягоду то есть она именно нейтрал купчиха купчиху хотел бы отметить неплохой вкус очень даже неплохой земляничный как и обещали и и смотрите какое развитие она очень здорово пошла в развитие поэтому в принципе я не могу сказать что это самый лучший сорт данную рекомендовать ее для себя немножко отметил и в небольших количествах конечно она должна быть ну напоследок пару слов может быть кто-то не знает что такое ксд что такое нсд что такое ремонтант на значит ксд короткого светового дня это ранняя продукция клубника от плодоносила и больше не плодоносит в этом году нейтралы плодоносит постоянно 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 плодоносит то есть вы постоянно выкидывает цветоносы ну и рекомендуется особенно на маленьких растениях первое цветоносы там пару месяца удалять может месяц хотя бы месяц удалять получать более позднюю продукцию соответственно мне очень нравится связка ультра раннюю клубничку получаешь кушаешь да а потом небольшое количество нейтралов либо коллекция нейтралов и там там такой сорт такой сорт по чуть-чуть потому что к сожалению сильно много места для земляники нет садовой да и уход за ней очень сложный но ремонтант на напоследок это та которая плодоносит вам пару раз то есть сначала там ранней весну весной до начала лета и потом второй раз уже осенью либо позднюю осенью такое мне не подходит такие сорта я точно размножать не буду а также очень надо аккуратно носиться к нейтралам потому что они сильно вы снаживаются и рекомендуется год максимум два на одном месте растения то есть растение очень слабо становится его надо будет постоянно пересаживать и постепенно мы переходим к моему любимому сорту вот четырех леточка это альба посмотрите на это состояние естественно все уже обработано было сначала хорусом шестопсином м обработал думаешь уметь препаратом следующий раз типа медиана экстра пройдусь пока нет цветоносов пока забить и болезни если они здесь есть так вот здесь почему мне этот сорт нравится морозостойки неприхотливый не болеет особо ультра урожайный то есть вы ранее весной получили урожай в начале лета и потом просто присматриваете за кустами и все и дальше если хочется покушать уже тогда нейтралы крупно у меня получается сладкое в открытом грунте поэтому для меня как допустим для дачника грубо говоря да да то это сорт все-таки на миллион действительно еще ребята хвалят клыри по клыри не знаю у меня скорее всего мне не клыри прислали поэтому по клыри пока ничего не сказать не могу клыри говорят немножечко немного ароматнее слажа вкус альбы меня очень устраивает если она вызревает она замечательно около клыри уступает по урожайности неоднократно слышал поэтому для меня все-таки урожайность очень нужна вот так под затянул ну я надеюсь что может быть какая-то полезная информация для вас было всем спасибо огромное кто смотрел всем привет из харькова всем пока